Институт медиаполиси Кыргызстан. Общественный фонд Институт медиаполиси обращает внимание международного сообщества на то, что несмотря на заверения властей Кыргызстана о приверженности свободе слова и свободе информации, государство все чаще оказывает давление на независимые медиа через формальные методы, как инициирование слэп-исков, уголовное преследование, внесудебная блокировка сайтов редакций и ужесточение законодательства, так и использование неформальных способов давления, как дискредитацию онлайн-атаки и организация антимитингов. По иску издательского дома «Вечерний Бишкек» суд обязал независимые медиа «Кактус Медиа» опубликовать опровержение одной из публикаций и выплатить 12 тысяч долларов США в качестве моральной компенсации. В случае с этим иском хотелось бы отметить, что предметом рассмотрения в суде была достоверная информация, правдивость которой была подтверждена государственными органами. Однако апелляционная инстанция оставила в силе решение суда первой инстанции. Органы прокуратуры требуют через суд ликвидировать общественный фонд «Клоуп Медиа», одной из независимых медиа страны. Основанием для этого прокуратура указала резкую критику действий властей в публикациях «Клоуп». Критика и обсуждение действий властей являются законным выражением права на свободу слова и свободы выражения мнения, гарантированное международными обязательствами и национальным законодательством Кыргызстана. В дополнение к этому национальный регулятор заблокировал веб-сайт «Клоуп» по требованию органов национальной безопасности за публикацию якобы неверной информации на основе заявлений одного из политиков. Офис президента страны создавал видимость общественных обсуждений законопроекта о средствах массовой информации, который был им инициирован осенью 2022 года. Данный законопроект сужает пространство для работы независимых медиа и наделяет власти новыми рычагами давления на СМИ. Давление гражданского общества и внимание международного сообщества помогло приостановить на короткий период процесс принятия этого законопроекта, но сейчас государство возобновляет процесс его принятия со стороны парламента. В связи с вышеизложенным мы просим международное сообщество, учитывая применение разрушительной тактики СЛЭП, способствовать предоставлению юридической поддержки СМИ и медиаорганизациям Кыргызстана, продолжать поддержку проектов журналистских расследований и репортажей по общественно значимым вопросам, а также инициатив по обеспечению свободы СМИ. В своих беседах с представителями правительства и парламента Кыргызстана напоминать властям Кыргызстана об обязательствах в рамках международных договоров по обеспечению прав и свобод граждан, предусмотреть в соглашениях о расширенном партнерстве и сотрудничестве требований неукоснительного соблюдения Кыргызстана международных обязательств, конвенций и соглашения о правах человека и основных свобод, включая свободу СМИ, свободу слова, при предоставлении любых преференциальных, торговых и иных преимуществ, предлагаемых в рамках заключаемых соглашений. Спасибо большое. Спасибо.